Дорогающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Хватит читать, надо учить. Давайте, чему вас научить, ребята? Задавайте вопросы. Можно задавать вопросы, да? Да. А как звали Бога? Почему звали? Его и сейчас зовут. Ну, как зовут Бога? У него много имен. Самое распространенное это Игова или Яквы. Переводится сущий. Мы молимся, Отче наш сущий на небесах. То есть он сам говорит себя, что он как тебе имамит? Сущий, то есть существующий или везде сущий. Также называется он Бог Саваов. То есть Бог Своинствующий. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. То есть мы против злых духов должны вести войну. Не против людей. Людей убивать Бог запрещает. Он есть любовь. А зачем тогда, посмотрите, есть, как его, патриарх Кирилл, да? Да. Вы поддерживаете его? Чем он занимается? Мирозой. Ну, не во всем. Если он какими-то греховными делами занимается, я его не могу поддерживать, конечно. Ну, то, что он поддерживает армию России. Как поддерживает? Ну, тем же самым, богословляет всех военных, оружие богословляет. Вы это поддерживаете его? Это не поддерживаю. Это же смерть приносится. Понимаете? Да, я это не поддерживаю, потому что Иисус Христос, он глава церкви, а не Кирилл. Иисус Христос учил любить врагов, а Кирилл в этом отношении заблуждается. Он должен, наоборот, говорить, солдаты, сложите оружие, давайте, братья, дружно жить, любить друг друга и не воевать. А пропаганда вот этого патриотического движения, надо защищать, 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 Родину защищать. Ну, защищать как защищать? Христос нигде не учил Родину защищать. Они сами в оккупации жили, когда Христос на землю пришел. И они думали, что он станет их царем израильским, и они сейчас этих оккупантов разбомбят. А он въехал в Иерусалим на осле. Это животное кроткое, не на коне. Он учил любить врагов, и его распяли за этого, эти патриоты, так скажем, тогдашние. Им не нужен был такой царь. Он говорит, царство мое, не от мира сего. Поэтому Кирилл в этом отношении не прав. Я пацифист, я никогда в руки оружия не возьму, не буду Родину защищать. Я поступлю, как учил Христос. Он говорит, гонят вас в одном городе, бегите в другой. То есть, он указал ясный путь спасения от смерти. И не так, чтобы на меня напали, а я его в ответ должен убивать. Это грех будет. И в церкви есть канон. Если ты в армии служил и убивал там кого-то, тебе эпитемия. То есть, тебя отлучают от причастия. От церкви ты отлучен. И плачь, стой, молись за дверями. Ты не можешь прочищаться. Расчищаю, спросите. Смотрите. Мы служим в армии, даже не по своей воле. Если мы не будем служить в армии, нас спасают. Как вы относитесь к такой? Ну, вы мученики будете. Ни один адвентист в России, ни один еговист не служил в армии. Есть такой фильм, ребята, я вам рекомендую, наберите. Называется «По соображениям совести». Там служил в армии, даже воевал один, правда, не православный. Он спасал раненых. Он никого за время войны не убил. Но получил награду в конце войны достойную. То есть, орден его призвали. Он спасал раненых. Очень хороший фильм такой. Я смотрел и плакал. Думаю, ну почему же он не православный? А вот у нас в православии это симфония государства и власти. Государству нужны мы. Для чего мы, солдаты, нужны? Чтобы их сыночков мы защищали. Он своего сыночка-то не пошлет. Чинуша, понимаешь? Да. Да. Дети царей никогда не воевали. А вот вас, как говорите, мы не по своей воле вас спасали. Ну, на сколько тебя посадят? До шести лет. Шесть. И через штраф. Шесть лет штраф. Я не знал такие законы. Меня Бог миловал. Я в армии не служил. У меня военная кафедра была. А, сейчас же у нас можно брать это. Я, кстати, писал, что если в случае войны, в силу моих религиозных убеждений, прошу меня не призывать. У меня приняли это. Это называется альтернативная служба. Можно служить в медицинских войсках, при этом не браться за оружие. Такое есть. Ну, правда, не два года, а три. Ну, три меньше, чем шесть в тюрьме. Есть, так что выход. Поэтому. Я не верю в Бога. Ну, не верите в Бога, убивайте друг друга. Это ваш выбор. Вы убийцы, вы будете... Верите вы или не верите, в конце жизни никакой убийцы не раскаяны. В Царство Божие не войдет, а там жизнь вечная наступит. Ты жизнь не отнимаешь. Если ты не вернешься с войны или там с армии, каково матери твоей будет? А тебя же кто-то убьет. Она плакать будет. Переживать отец, братья, сестры. Ну, понимаете, я пойду в армию, чтобы защитить их. Да ты убивать будешь. И тот тоже в армию идет. Это враг-то твой. Я буду убивать за собой. За своих людей. Ну, любить любимым. Так и тот тоже самое будет говорить-то иностранец. Он также будет рассуждать точно так же, как и ты. Вы друг друга будете молотить, а матери плакать будет. Патриарх будет и ручки потирать, и дьявол тоже в ладоши хлопать. О, дурачки друг друга мочат. Бог говорит, не делайте это. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Живите, любите друг друга. А зачем? Это обман, лукавство. Защищать. Тот защитник, ты защитник. Вы два защитника друг друга мочите. Никто ни на кого не нападает. Сейчас говорят, Великая Отечественная война. 75 лет годовщины. Все эту тему пиарят. Но никто не говорит, что Сталин хотел напасть на Германию. Это все скрывается. На Германию. А они хотели с Гитлером вообще весь мир завоевать. А потом уже перебрали, что Великое Отечественное. То есть мы защищались, мы защищались. Защищались. Сколько жизней унесло вот эти все герои войны. Герои, они защищали Родину. Мы преклоняемся перед их героизмом. Они, как говорится, не щадят жизни своей. За родных, за близких. Им памятники стоят. И вечный огонь. А вы не задумывались, что такое вечный огонь? В Библии сказано, что вечный огонь будет там. В вечный огонь. В аду вечный огонь. Он герой, а вот он убийца. Неизвестно Бог, его за этот героизм оценит его или нет. А вот говорят, типа, ну вот придешь в церковь искупиться. И все грехи почти уходят. Да не почти, а все. То есть если у тебя должна быть перемена ума вначале. То есть ты говоришь, все, я больше убивать не буду. Вот встал завтра, допустим, меня-то услышал, допустим, ты мне поверил, да? Все, я больше, я хочу повинять крещение. И все, то, что до этого я кого-то убивал, я больше никого не буду убивать. Все, давайте мне альтернативную службу. Ну, на тебя, во-первых, посмотрим, как она идет. Что это, можно сказать, перезагрузка игры какой-то? Ну, вот со мной такое произошло. Со мной такое произошло. Кстати, можно сказать, что вы обманываетесь в свою же систему. Ну, какую систему? Моя система, ну, какая система? Моя система греховная. Я родился там, изначально я хотел убивать, хотел воровать, хотел жить в свое удовольствие. Потом уверовал, стал читать Библию. У меня произошла вот перезагрузка вот этой системы. Я покаялся, принял крещение, теперь никого не убиваю, никого не обкрадываю. Раньше я у других отбирал, а сейчас сам даю. Так что лучше-то? Раньше вором был, а сейчас милостыню творю. Всем помогаю, кому-кому. Как? Жизнь совершенно поменялась, какой я был до этого негодяй, и какой стал сейчас. Поэтому Бог простил меня с условием, что я больше никогда этого делать не буду, я это ощущаю. А вы уверены, что Бог вас простил? Уверен. У меня вера такая есть. Я читаю Библию, и там написано, что Господь перед тем, как вознесся, дал власть своим ученикам прощать грехи. Он дунул на них и сказал, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И когда я иду на исповедь, батюшка в руки на меня возлагает, и не он говорит, я тебе грехи прощаю. Он говорит, властью данную мне от Бога прощаются тебе грехи, Чада Сергий. У меня такое ощущение, как будто вот гора с плечей, такое вот выражение. Камень с души какой-то. И такое вздохнуло обличение, а совесть-то до этого мучила, угрызала. Как? Как я не верю? Я это реально ощущаю. И ты, когда какой-нибудь пакость сделаешь с другом, или он тебе, потом прости, я вот так вот, и вы обнялись, расплакались. Это же как? Нюррель ты ни разу не ощущал это, когда там просил какого-то прощения, или у тебя просили прощения. И Господь, он говорит, я не прощу вам грехи, если вы друг друга прощать не будете. Хочешь, чтобы мы в мире жили? Мы дети его, он творец, как. Хорошо, еще один вопрос, последний. Насчет Библии. Там в Библии, я не помню на какой странице написано, ну, не убивайте, не крадите, все такое, да? И есть в Библии так же, что закидайте камнями, кто исповедует не вашу религию. Как вы ответите на этот вопрос? Там есть такая страничка, где написано, убейте, если он не исповедует эту же религию. Что и вы. Ну, нету там такого, я не помню. Слово религии, во-первых, не в Библии. Там евреям в Ветхом Завете запрещалось смешиваться с другими народами. Богоизбранный народ, им запрещалось выходить замуж, жениться на иноверту. Там говорилось, типа, закидайте камнями, бейте его палкой. Закидайте камнями грешника, который нарушал закон Божий. А разве Бог не всех прощает? Он прощает при условии, ну, смотрите, есть... Ну, смотрите, его не... То есть, а как люди поймут, прости ли его Бог или нет? И они начнут его обкидывать камнями. Тебе же объяснили, если гораздо происходит, значит, прости он. Нет, смотри, вот смотри, вот в Евангелии есть такой пример. Раньше был закон, вот есть такой грех прелюбодеяния. Знаете, что такое? Да. Вот когда муж жене изменяет, жена мужу. Да, да, да. И вот такую жену поймали, прям за руку ее поймали, она была с любовником, и привели ко Христу. И у Христа спрашивают, вот Моисей говорил, таких побивать камнями. Что на это скажешь? А он сидел пальцем что-то там на песке писал. Он говорит, кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. И они, написано, будучи обличаемы совестью, ушли. А разве не считается грехом навредить человеку? Считается. И ты слушай дальше-то потом, что? И эта женщина плачет, кается. И Бог говорит, я прощаю тебя. И далее Он говорит, иди, впредь не греши. То есть, Он ее простил, но Бог сердцеветов, зная, что она никогда больше изменять мужу не будет. То есть, она настолько испугалась, что ее убьют. Любой человек, да и животное, боится смерти. И вы тоже боитесь смерти. Как бы вы не хорохорились там в этой карте. Никому не хочется воевать. И убивать. Быть убитым, никому не хочется быть убитым. Но убивать при этом все гораздо, понимаете? Почему вы это думаете? Я не верю в Бога. Ну, не веришь, не веришь, как бы, это твое дело, твой свободный выбор. Вот, я тебе говорю, что... Смотрите, вы говорите, что это свободный выбор, да? А сейчас есть статья, что, типа, вот я говорю, что я не верю в Бога, и меня могут посадить. Как вы вот еще к этому относитесь? Да нет такой статьи. Где ты это берешь? Где ты берешь, что в Библии написано, что неверных камнями... Нет, 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 нет. Нет, до этого ты, как бы, сказал, что в Библии есть, я просто не могу вспомнить, где... Вот в Коране там есть неверного мечом по шее. В Коране есть, это не в Библии. Вот у мусульман есть такое неверный, там прямо написано мечом по шее. Я сейчас не помню, какая сура, аят. А в Библии, чтобы и на верных убивали, там... У них были войны. У еврейского народа, народ Божий, он Бога избранный, народ и другим, Бог помогал им в войне. То есть, в Ветхом Завете войны были, благословлялись, и Бог всегда помогал народу Божию. В Новом Завете, когда уже Христос пришел, он говорит, любите врагов, уже не надо никого убивать. Он говорит, даже не мстите за себя, возлюбленные, мне отмщение, я вас дам. Даже эту грязную работу, как отмщение. Не нужно никому мстить, не отвечайте злом на зло, ругательством на ругательство. Вы меня не поняли, есть статья у КРФ, что могут теперь посадить человека за то, что, например, я вот скажу, я атеист, я не верю в Бога, и меня за это могут посадить. Да нет такой статьи. Есть наоборот Конституция Российской Федерации, где она гарантирует свободу, вероисповедание, либо не исповедовать никакой религии. Да, смотрите, так они че сделали так же, чтобы, типа, если я скажу, нету Бога, вот, например, вам, вы верите в Бога, да? Я скажу вам, я не верю в Бога, и его нету. И вы пойдете, напишите на меня заявление, и меня посадят. Не посадят? Посадят. Давай проверим. Говори фамилию, имя, отчество. Я сейчас пойду, напишу, и не посадят. Нет, ну как, давно бы уже всех пересажали, да? Откуда вы такие... А, ребят, я знаете, что у вас хотел спросить? А, ребят, я недавно видел ролик, что в армии обязательная биометрия. Нет. Нету еще. И там прям уже пугает, что вот сейчас на солдатах сначала, а потом за всех за нас возьмутся. Биометрия же, знаете, что такое паспорта? Там как-то сетчатка глаз, отпечатки, то есть все потом. Да, 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 я знаю. Но это было, это было на КСП. Ну, как, скорее? Это не писать. Но все равно это все делается. Но вы прошли ее? Можно отказ написать. Можно написать отказ. Да, вот видите, все-таки свобода какая-то есть. Мы сами себе внушили, что... Мы сами себе внушили, что нет выбора никакого. Выбор всегда, свобода выбора у человека есть. Он рожден в свободном выборе. Вы можете выбрать мученическую смерть и умереть. И быть со Христом в районе. А можете выбрать жизнь эту временную. Но вы потом все равно умрете и будете пред Богом отвечать. Как нарушитель его заповедей. Поэтому Господь говорит, не бойтесь убивающих тела. Бойтесь же того, кто и тело, и гиену может погубить. В гиену. В гиену это в ад. Бога надо бояться. Если ты Бога боишься, боишься нарушить его заповеди, никто тебя не посадит раньше времени и не убьет. А если и будут убивать, к этому времени у тебя будет такая вера, что ты будешь верить, что ты воскреснешь, как Христос воскрес. И поэтому тебе эта смерть, она... Ну, как сказать... Мученики их когда даже львам кидали, и они в этот момент славили Бога. А некоторых мучеников Господь миловал, и львы не ели их, а наоборот ласкались. Тоже чудо было. Три отроки их в огонь бросили, и огонь их даже не попалил. Есть такие рассказы в житиях святых и в Библии. Книга Маковейская почитайте. Поэтому тут... Ну ладно, спасибо, мы пойдем дальше. С Богом. Давайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok